Директора Староскольского филиала Московского государственного геолога разведочного института Семёна Двоеглазова на идею создания музея КМА вдохновила экскурсия на Столинский ГОК, где подобный музей уже есть. В нём ископаемые останки древних млекопитающих рыб, обнаруженные при разработке карьера. Но музей из ГОКа не все имеют возможность посетить. Поэтому и родился проект, доступного каждому Староскольского центра наука Земли. В игровой форме, с помощью современных средств визуализации, мы будем рассказывать о очень интересном и важном направлении в науке, которое называется геология. С разных подходов, с разных способов представить интересно, подробно и доступно эту информацию. А вот Денис Коваль свой проект планирует реализовать в Староскольском индустриально-технологическом техникуме, где преподает мехатронику и робототехнику. Идея создать фитозону, доступную не только студентам и преподавателям техникума, но и всем староскольцам. Это организация различных зелёных насаждений, таких как кустарникового типа, деревья различные, также установка различных лавочек, экологических урн, то есть для разделённого мусора. Эти и ещё 13 проектов победили в грантовом конкурсе по программе поддержки социально значимых общественных инициатив «Стальное дерево». Его уже третий год проводит группа компаний Новолипецкого металлургического комбината, в которую входит и Столинский ГОК. С 2018 года к конкурсу присоединился и Старый Оскол. В этом году от жителей города поступило 62 заявки, 15 стали победителями. Мы, во-первых, очень рады, что такое ажиотаж. С каждым годом количество проектов становится всё больше, и самое главное, качество их улучшается. Мы этому очень рады. То есть это тоже эволюционный определённый проект. И, конечно, рады о том, что все проекты, они, конечно, такие носят прикладной характер. Они действительно будут приносить пользу, они будут заметны. Победители признаются, требования к участникам были высокие. Описание проекта должно быть максимально подробным, а сам проект — социально ориентированным, то есть полезным людям. Специалисты группы компании НЛМК всегда готовы помочь опытам в подготовке таких проектов. В планах расширить географию конкурса и дать возможность большему числу инициативных граждан участвовать в улучшении качества жизни в своих территориях. Нелли Иванова, Евгений Игнатов. Такой день на Мире Белогорья.